Ребят, давайте поговорим о местном самоуправлении, о разбитых дорогах в наших городах, по которым кое-где можно проехать только на танке. В чем проблема? Когда-то была прекрасная реформа местного самоуправления, но у нас всегда в России меньшинство хочет править большинством. И сначала было классно, что каждый мэр, каждый населенный пункт, каждый главатель совета зарабатывает деньги часть себе, часть в Москву, и с этого мы развиваем наши города. И чем больше у нас есть местных налогов, тем нам круче, тем наш город ярче, красивее, и действительно мысль была хорошая. Но потом получился кризис, резко упал доллар, в нашей стране стало не хватать денег, и Москва резко обобрала областные бюджеты, потому что им не хватало, у них были мощные выпадающие доходы. Областные бюджеты не нашли ничего умного, как решением законодательного собрания резко обобрать у нас региональные, местные бюджеты. То есть, допустим, вот я сейчас еду по городу столицы атомной энергетики, моему любимому городу Волгодонску, у нас от местных налогов нам оставили зеро. Все остальное мы должны выпрашивать на коленях у нашего губернатора. А получается, что у нас такой норовистый городишко, мы вечно что-нибудь не то показываем, вечно как-то чем-то недовольны, поэтому нашему городу этих субвенций остается мало. Ну, не до того деньги забирали, чтобы нам, так сказать, их отдавать. Приезжают к нам наши власти-имущие, то пожарную машину нам пытаются подарить, то или что-то, да. То есть, сотни миллионов и миллиарды наших налогов у нас забрали, а мой город – это столица атомной, мирного атома нашей страны, столица атомной энергетики, мирного атома нашей страны. И вот в этой столице все вот так вот на ямах, на ухабах, не проехать, не пройти. Что получилось? Получилось так, что мы просто взяли и обобрали. И как бы наш город ни старался, как бы ни старался, все, совершенно все равно, сколько здесь открылось мебельных производств, сколько здесь сделали. Но у областных городов у них свои проблемы, у них свои спортивные команды, у них свои театры. Мне очень понравился уровень цинизма, да, что, допустим, житель областного центра обходится в три раза дороже, чем житель моего маленького города Волгановска. В три раза дороже. Ответ почему? Ну, у нас большие дворцы спорта, у нас большие театры, а в Москве еще большие театры. Получается так, что столицы атомной энергетики деньги не нужны, а вот, блин, всем остальным деньги нужны, так сказать, областным городам. У нас не осталось ни одной маломальской спортивной команды, потому что все они сосредоточились в областных городах. И таким макаром просто убили желание местных развиваться. Поэтому горожане ничего не решают, они не могут избрать хорошего мэра. Ну, допустим, вот меня, изберите мэром, ну и что? Я только беды для нашего города наделаю. А причина простая, лизать я не буду, а, собственно, денег мы не заработаем. Мы их просто физически не заработаем, потому что их зарабатывают только одним местом, длиной языка. Нужно немедленно вернуть обратно реформу местному самоуправлению и всем властьимущим закрепить это Конституцией. Что все наверху депутаты и депутатишки разного уровня не имеют права обирать местные бюджеты. Имеют право забирать у регионов право на развитие. Почему я должен вот по таким дорогам ездить в своем городе? Вот именно поэтому все из глубинки уезжают. Ну что, у нас Москва так и будет большая. Вы же понимаете, что вот опустеют эти территории, когда в этих территориях нет денег. Именно поэтому Москва может добавлять своим учителям, врачам зарплату. А мы ничего не можем. У нас нет денег. Хотя даем налогов на душу населения больше, чем все на юге России. Вот вам доуправлялись реформы местного самоуправления. Мы свою треть денег местного самоуправления должны зарабатывать и оставлять здесь. А у нас сегодня ноль. Поэтому мы должны законодательно закрепить, что у регионов никто не имеет права занимать эти деньги. Да, регионы ошибаются. Да, иногда избирают мэров, коррупционеров. Ну, ребят, ну так для этого есть прокуратура, губернатор с контрольными функциями, ФСБ, там уже совсем тяжелый случай, милиция. Так, пожалуйста, сажайте всех, кто деньги украл. Но распределять деньги должны местные депутаты, а осваивать их должен не сити-менеджер, а местный мэр. Кстати, выборы мэра тоже надо вернуть. Вот вам главное в местном самоуправлении. Люди сами раздавьют свои регионы, люди сами сделают надбавку своим врачам и учителям, когда деньги здесь будут. А так мы и будем вот так вот ездить по всем этим кучкам, по которым мы с вами едем сейчас. И это проблема всех городов. Это не проблема моего родного города. Я просто на его примере привожу, мне проще всего это приводить. Но это проблема хоть у Рюпинска, хоть у любого другого города нашей страны. Что у нас местных денег в налогах остается ровно столько, сколько нам позволяют, а не столько, сколько мы заработали. В общем, так никогда не будет развития. Мы никогда не отремонтируем и не сделаем. Даже вот сити-менеджеру, ему есть смысл призывать наших предпринимателей к патриотизму. Давайте заплатим налоги, давайте мы же здесь живем в этом городе. Если все заплаченные налоги все равно в городе-то не останутся. Кому нужен такой город? А потом все говорим, а что же пустеют наши регионы? Так они так и опустеют. И запомните, ребята, когда мы отсюда уедем все жить в Москву, вы думаете, вы там в Москве спрячетесь? Нет. Эти земли заселят другие люди. И эти люди потом придут к вам в Москву. Так у нас уже во Франции происходит, да, где у нас там арабов больше, чем французов. Если вы думаете, что так не будет, так будет. Мы либо оставим людей в наших территориях, позволим им здесь зарабатывать. Я не понимаю, почему учитель в нашем городе зарабатывает меньше. И почему я в Москве езжу по самым лучшим дорогам мира. Вы знаете, что в Москве одни из лучших дорог мира, да? И по самым разбитым дорогам я езжу в городе Великом Ростове. В Великий Ростов кто-нибудь заезжал? Так это, между прочим, город Золотого Кольца. Там просто как будто бомбежка прошла. Велика Новгородца, блин. Ну, вас тоже обирают. К вам столько туристов приезжают. Что же, неужели у вас в муниципалитете копейки нет, чтобы собственные улицы отремонтировать? Самое банальшее сегодня происходит в том, что есть федеральные трассы, которые, ну, хоть как-то, но задержат. А заезжаешь в Ростов Великий, а там бомбежка прошла. Прямо реальная бомбежка. Город Золотого Кольца, раздолбленный так. Центр туризма нашей страны. Какой Кремль прекрасный. И вот так вот, в таком состоянии уже удрожайшими заходит город. Верните нам наши налоги. Ну, хватит нас грабить. А почему вы забрали нас налоги? Потому что меньшинство хочет распоряжаться за большинство. Вы не хотите, чтобы десятки или сотни тысяч местных депутатов распределяли деньги на местах так, как они считают нужным. И несли ответственность перед вами жить. Вы хотите, чтобы все денежки пришли к минимальному количеству. Ну, к губернатору, да, если мы говорим о региональных налогах. Или в Москву к некоторым министрам. И вы там их справедливо разделите. Не надо нас лечить. Местные на местах сами разделят деньги. Хотя бы свою долю. Хотя бы треть отдайте. Ну, хватит жировать только Москве. Всем привет.